Сегодня вы можете начать миллионы и миллионы Свидетелей Иеговы по всему миру. Их основатель Сити Рассел жил с 1852 по 1916 годы. Это основатель движения Свидетелей Иеговы. Конечно, они отрицают, что они связаны с масонами, но этот человек был масоном 33 степени. Уже становится скучно, да? Это уже становится скучным. Но давайте посмотрим, что мы сможем здесь раскопать. Божественный план веков, пособие для исследователей Библии на английском, на немецком. И вот вы видите символ Бога Ра. Это символ Бога Солнца, Ра, эквивалент Шамаша. Вы видите оригинал одного из первых выпусков Сторожевой башни за декабрь 1916 года. Уже это невозможно отрицать, потому что я сам сфотографировал эту статью. Вот символ, который используют масоны также. Это масонский символ на этом журнале. И также статья, повествующая о том, как умирал основатель этого движения. И здесь есть отличное описание, сделанное его другом. Он поднялся и сказал, «Сделай мне, пожалуйста, римский ключ». «Сделай мне римский ключ». Он умирал. И попросил сделать римский ключ из бумаги. Я не понял, что он хотел, но я не хотел, чтобы он повторял, и его голос был очень слаб. Ему приходилось все время повторять, поэтому я сказал, «Дорогой брат Рассел, я не хочу, чтобы вы повторяли». Так далее и тому подобное. «Брат Рассел, я не понял, что вы имели в виду». «Я покажу тебе», — сказал Рассел. И тогда он взял листок бумаги и стал водить вокруг себя и тому подобное. «Совершать ритуал» — это ритуал, который совершает масон высокого ранга перед смертью. Итак, сам масонский ритуал высокого ранга перед смертным ритуал описан здесь. в «Сторожой башне». Поэтому Рассел был масон высокого ранга, в третьей степени. Хотим мы этого или нет? Это оккультное общество, которое претендует на то, что оно представляет Иохову, Яхве. Если вы посмотрите на могилу Рассела, вы также увидите масонские символы. Вот один из них. Вот ранние выпуски «Сторожой башни», также использующие масонские символы. Вот эти все масонские символы вы видите на этих фотографиях. Это ранние выпуски «Сторожой башни». Я получил эту информацию от людей, которые оставили Организацию Свидетелей Иеговы в своем зрелом возрасте. Если вы посмотрите на учения Свидетелей Иеговы, то вы увидите, что эта организация сделала больше пророческих предсказаний, чем любая другая. И ни одно из их пророчеств, которые есть в этой схеме, ни одно из них не исполнилось. Итак, например, в 1874-м должно было быть пришествие Христа. Не произошло. В 1878-м воскресенье. Тоже не произошло. 1881-й закрытие дверей благодати для язычников. 1914-й Армагеддон. Этого не произошло. 1915-й Авраам, Исаак, Иаков воскреснут, но не воскресли. 1918-й христианство и его церкви будут разрушены. 1920-й республики исчезнут. Этого не произошло. 1925-й установление царства. Но если это царство, то тогда оно установлено. После 1925-го люди смогут обращаться к Аврааму, который будет жить в Иерусалиме, для того, чтобы их близкие были воскрешены. Ничего из этого не произошло, конечно. Появилась новая мировая Библия в 1950-м. После этого они отвергли Библию короля Якова. 1975-й конец мира. Конечно же, этого не произошло. Ни одно предсказание не исполнилось. Что же Библия говорит об истинном и ложном пророке? Если пророчества не исполнились, то можете забыть об этом пророке. Конец времени язычников, страница 99. Относительно времени язычников, мы рассматриваем его как достоверную истину о том, что окончательное завершение земных царств и полное установление Царства Божьего будет окончено к концу 1914-го года. Ничего не произошло. Незадолго до окончания 1914-го года последний член тела Христова будет прославлен. Произошло ли это? Нет. Иначе зачем сегодня свидетели Иеговы обращают людей в свою организацию? Получается, какая-то пустая трата времени. Конец времени язычников, страница 77. Еще одно из средств, которые используют оккультные организации, это скрытые сообщения. Скрытые сообщения — это нечто, что прячется в изображении для того, чтобы показать, что вы действительно принадлежите к демоническим силам. Они используют это в фильмах, в звуковых записях, в разных средствах общения. Это перевернутые изображения, символы скрытые, все в этом роде. Если вы откроете старые выпуски сторожевой башни, то вы найдете демонические лица или масонские ритуалы, спрятанные в изображениях. Например, этот ангел, который стоит на земле и на море, предоставляющий Христа, и вы видите на его руке изображение демонического лица. Также этот молодой человек поднимается при помощи масонского рукопожатия, которое используется в одном из масонских ритуалов. Это рукопожатие льва, как они его называют. Вы можете увидеть, что палец отведен в сторону на этом изображении, и очень часто мы это можем увидеть в других изображениях. Если вы посмотрите на вот эту картинку, то вы сможете увидеть, что в сторожевой башне на фоне дерева изображена голова овна. И вот вы видите рога, глаза, нос, и символ овна. Если вы посмотрите на эту картинку, она смотрится очень невинно, но если перевернуть, то вы можете увидеть демоническое лицо, изображенное здесь. Может быть, это совпадение, но давайте посмотрим дальше. Опять ангел с отведенным в сторону пальцем, ключи, которые они используют, это римские ключи, и многие другие изображения в виде одежды, символы Люцифера. Эта картинка полна масонского символизма. Ангел, который изображен здесь, он имеет также на себе масонские символы. Здесь также есть скрытое сообщение. Вы видите здесь скрытое сообщение в одежде этих женщин? Может быть, это не сильно заметно, но давайте мы увеличим, чтобы увидеть. Нужно внимательно присмотреться к изображению, чтобы увидеть скрытое сообщение. Одни видят эти сообщения, а другим это не под силу. Вот в чем их особенность. Если присмотреться, можно увидеть лицо мужчины. Вы видите здесь? Кто-то может видеть это четко. Нос, вот усы, вот странная прическа. Может быть, это случайное лицо, или кто-то конкретный. Давайте посмотрите на это лицо. Вы узнаете это лицо? Узнаете это лицо? Это нос, это волосы, а борода, как у этого человека, это Зевс. Итак, они помещают эти скрытые сообщения везде. Скажите, кто видит эти сообщения? А некоторые люди просто не могут увидеть их. Если вы посмотрите на другую картинку, то увидите здесь масонский треугольник. Вы также увидите здесь пентаграмму. Разные масонские символы. Они используют тени. И так грамотно. Это изображение Иисуса Христа. У них короткие волосы у Иисуса. И посмотрите на его ногу. Это нога овна. Итак, это религия. Это религия, которая была основана масонами. И их идея заключается в том, что чем более широкий фронт нападения, тем быстрее вы достигнете своей цели. Не так ли? И какая же цель всех этих религий? Отнять и принизить божественность Иисуса Христа. Это все. Это цель этих всех религий. Они учат, например, святителя Иегова, что Иисус — это не Бог. Это сотворенное существо. Мармонизм учит этого. Масонство учит этому. Окультизм учит это. Ислам учит это. Внутри католицизма учат этого. Все учат этому. Кто-то очень сильно ненавидит Христа. Вы можете догадаться, кто это? Это Люцифер. Да, это Люцифер. И его агенты — это папство. И он использует папство для того, чтобы достичь своей цели. И я думаю, что сегодня мы живем в тот час пик, когда миру показана природа и размеры того тотального нападения на Иисуса Христа как Господа, Спасителя и Единственного Искупителя на этой планете. Продолжение следует...